Новости спорта. В легкоатлетическом манеже Олимпиис состязались юные славянские легкоатлеты. Они старались показать свои лучшие результаты на краевых соревнованиях памяти Юрия Александровича Давыдова. Подробности этого турнира в нашем следующем репортаже. Легкая атлетика – это королева спорта. Легкоатлетические соревнования по своему многообразию, гармоничности, красоте мало с чем могут сравниться. В этом мы еще раз убедились, побывав на престижных состязаниях в легкоатлетическом манеже Олимпиис. Здесь собрались 76 юных многоборцев из Новороссийска, Горячего Ключа, Краснодара, Тимошевского, Белореченского и Славянского районов. На торжественном открытии турнира прозвучало много добрых слов в адрес человека, памяти которого он посвящен. Этот манеж, не побоюсь этого слова, лучший, наверное, в России, их таких три, носит его имя. Легкая атлетика здесь живет, процветает и идем дальше, дальше, дальше. Юрий Александрович будет для вас всех учителем, и для детей, и для взрослых. Вот нет ни одного человека в зале, для кого не являлся полным учителем. Я вам сегодня желаю побед. Банальные слова, но они верные. Пусть победит сильнейший. Участники соревнований получили прекрасную возможность проверить свои силы, побороться за лидерство. Я уже в третий раз бываю на этих соревнованиях. Дважды я заняла второе место, и сегодня, надеюсь, что займу высокое. Здесь очень интересная, хорошая атмосфера, много сильных соперников. Тренеры многоборцев с радостью привозят юных спортсменов на престижный турнир, где созданы отличные условия для соревнований и есть сильные соперники. Это огромный впуск в развитие детей, развитие их науков, координации, и мы стараемся их поддерживать. Учим их соревноваться, бороться, преодолевать, достигать всех поставленных целей. Ну и они у нас все очень скромненькие, практически все. Они еще юные, и мы их учим раскрываться. И очень здорово, что вы знаете, на Кубани такие турниры есть. Любое соревнование, это и предполагает, что дети, да, смотрят на друга, где-то у кого-то что учатся, проявляется характер. Мы эти соревнования никогда не пропускаем, тем более многоборье. Я сам бывший многоборец, мастер спорта. Вот, и поэтому все дети стараются именно на этих соревнованиях показать хорошие результаты. Большое спасибо организаторам, что эти соревнования есть. Дети пробуют свои силы, показывают лучшие результаты, улучшают свой личный рекорд. Ну и потом на основных краевых соревнованиях они уже себя чувствуют более уверенно. Соревнования очень интересные. Спортсмены, которые претендовали на высокие места, должны были продемонстрировать хорошие результаты в толкании ядра, прыжках в длину и высоту, в беге. Состязались участники напряженно, в итоге победили самые сильные. Я очень счастлива, что я получила первое место. Я была всегда второй, но сегодня только вперед. Да, я очень счастлива, я рада, что у меня тренер отренировал. Я тренировалась, очень старалась. Тренер подбадривал родители. Благодаря им все получилось. Ранее я выступала на международных соревнованиях, но на дистанции 800 метров. А сегодня я имела первый опыт на пятиборье. Первый раз участвовала. Очень рада, что победила в этих соревнованиях. Славянские легкоатлеты постарались проявить все свои способности, выложиться на 100%. Я постоянно почти на предисталах был третьим. Но теперь у меня все получается. Надо каждый день ходить на тренировки, тренироваться. И потом на соревнованиях выкладываться как можно сильнее. Славянские спортсмены выступили отлично, заняв весь пьедестал почета в категориях юниоры 2005-2006 годов рождения и юниорки этого же возраста, а также юноши 2009-2010 годов рождения. Славянцы взяли золото в категориях юноши 2007-2008 и мальчики 2011 года рождения и младше. И кроме того, завоевали 4 серебряных и 2 бронзовые награды в различных возрастных категориях. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Славянский, Станислав Бурбаку, программа «Сorestства»